Окей, братья и сестры, всем привет, всем доброго времени суток, кто где подключается, кто уже подключился, кто с нами на колхозном зуме, кто на хаббат датру, кто на фейсбуке, кому как где нравится, если вы в полном шоке и недоумении о том, что вы здесь делаете и куда вы попали, я вам скажу, что вы попали на еженедельную лекцию по недельной главе ТОР. Знаю, что звучит немножко странно, но это таки да так. И мы сегодня начинаем новую книгу ТОР, книгу Дворим, соответственно, и соответствующая глава, но, как вы прекрасно знаете, всегда главу Дворим читают в канун девятого ава и сегодня не исключение. Но об этом чуть позже. Вначале мы начинаем, как всегда. Спасибо всем, кто со всего мира присылал имена. И у нас сегодня два радостных события, о которых мы посвящаем сегодняшнюю учебу. В первую очередь, Мазальтов на engagement, помолвку, Алисон Соркин, Сара и Сара Эдл, Бас Шифра и Мэтью Северин, то он же Бен, Мэтью Северин Бен Татьяна. Вот так это написано у меня. А еще у нас есть еще одно радостное событие. Это день рождения Джейкоба. Тем более, что его папа сидит прямо здесь на лекции. Что мы будем делать, поэтому до лекции не буду говорить, мне жена не разрешает. Поэтому просто ему большое масло. Но Ла Абди Абдалот совершенно в другом контексте. Сегодняшние слова Торы посвящаются светлой памяти для поднятия души. И также сегодня, тоже опять же в другом контексте, мы посвящаем Слава Торы быстрому выздоровлению. Элка Бас Хана, Хана Бас Элка, Лев Бен Зельда, Катерин Бас Александр, Сара Хайя Бас Миря, Мэста Бас Светлана, Даниэль Бен Галина, Софи Бас Бетя, Виталий Бен Ленина, Маня Бас Эстер, Михаил Бен Соня, Михаил Бен Гита, Сара Бас Голда, Хайя Мушка Бас Рохал, Арвалина Перл Бас Рива Рохал, Алта Перл Пнина Бас Ривка, Мина Хамена Бен Пейгас, Штерна Сара Бас Алта Перл Пнина, Александр Бен Эмилия, Хайя Лео Юзис Бас Нахама, Йонатан Бен Тайна Товар, Виталий Бас Анджела. Пожалуйста, подключайтесь к словам, а то очень сложно и читать, и всех пускать на лекцию. Лезер Бен Рая, Серж Бен Мазаль, Дора Бас Хана, Рейзу Бас Блима, Рохал, Мойша Бен Мирьям, Яков Бен Яэль, Мойша Бен Ализа, Клара Бас Беся, Леонид Бен Клара, Вриана Бас Регина, Гитл Бас Сара, Сара, Йева Бас Галя, Хайя Мойша Бен Ора, Сенок Бен Голда, Юдис Бас Шишана, Михаил Бен Джанна Хана, Эстер Бас Сара, Асара Бас Кейла, Лея Бас Малкас, Хайя Цел Бас Сура, Хава Япа Бас Ле Ора, Светлана Бас Светлана Баса, Лена, Валентина Бас Григорьев, Людмила Бас Иван, Светлана Бас Григорьев, Алексей Бен Михаэль, Полина Бас Сергей, Ксения Бас Василий. На этом пока что список закончится, дай бог, чтобы все поправились. Ну, а мы с вами начинаем, я выведу на экран текст, который мы с вами будем учить, а те, кто в зале, у них этот текст на большом-большом экране, сейчас мы даже увеличим для них, чтобы было хорошо видно всем. И все, кто с нами на Хабада Тру, тоже его видят и на Фейсбуке и так далее. Давайте сейчас увеличиваться. Нет, не видно, видно, видно. О, такой большой-большой экран. Я даже растянюю здесь, чтобы было хорошо видно. Поехали. А, подождите, нам нужно еще название читавшего по палате, как всегда у нас рэп-гершем. Всех пускать, никого не выпускать. И делать всем уколы и привыкки, если будут болтать во время лекции. Итак, я понимаю, что это немножко эпатажное название, ненавижу. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем пойдет речь, ввиду наступающего на нас семи мильными шагами 9-го Ава. Но, как всегда, все совсем непросто. И не просто так мы читаем сегодняшнюю недельную главу всегда в канун 9-го Ава, потому что это та глава, в которой первый раз упоминается слово «Эйха», как и называется тот свиток, который мы будем читать с вами 9-го Ава. Но эта глава намного больше связана с 9-го Ава, чем мы даже можем себе представить. И мы, конечно, посмотрим на эту гемору, где говорится о ненависти, почему беспричина ненависти евреев друг с другом. Вот в этом мы сегодня и разберемся. Что же это такая за беспричинная ненависть? Откуда она взялась? И кому по-настоящему эта ненависть? И, как эпиграф, у нас слова Грэм Грина «I hate you, God, I hate you as though you actually exist». И даже не можете себе представить, когда я наткнулся на эту цитату, насколько она подходит к нашей сегодняшней лекции. Но давайте по порядку. Конечно, мы придем и к недельной главе. Видно? Видно? Да? К нашей недельной главе. И посмотрим, какое это к этому имеет отношение. Но, в первую очередь, по порядку, откуда мы знаем вообще о том, что беспричина ненависти евреев друг к другу относятся к 9 авгу. Об этом говорится наших святых первоисточников, в данном случае известнейшая гемора, гемора Йома. Я ее привел здесь в укороченном варианте. Только та цитата, которая нам нужна из геморы, потому что, на самом деле, все, что говорит гемора, потом еще объясняется с помощью предложений, цитат из Тора, из Танаха. Это действительно очень интересно было бы вот так вот это все обсудить, именно как это связано с цитатами из Танаха. Ну, давайте посмотрим. Талмуд спрашивает, из-за чего был разрушен первый храм, потому что были три прегрешения в то время, это идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Я уверен, что все знакомы с этой геморой. Я привел в отдельных двух параграфов, потому что потом идет длинное объяснение в Талмуде, которое говорит, как каждое из этих трех вещей, и идолопоклонство, и разврат, и кровопролитие, они упоминаются в Танахе. Ну, а затем, естественно, Талмуд, который был окончен вообще, редакция Талмуда была окончена где-то в VI-VII веке Новой эры, и задает вопрос о том, из-за чего был разрушен второй храм. И опять же, известная цитата из Талмуда, посмотрите, третий параграф. Талмуд спрашивает во втором храме, все изучали тору, выполняли заповедь, делали добрые дела, от чего он был разрушен, потому что во времена второго храма была беспричинная ненадость. Я хочу сразу подчеркнуть тот момент, что то, что нам рассказывается обе спичинной ненависти евреев друг к другу, здесь нигде не сказано. Здесь сказано, что второй храм был разрушен просто из-за беспричинной ненависти. Не говорится ли между евреями, интересно, в английском они, да, тоже не в ней переводят, никто не говорит о том, что это было из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу, как принято нам рассказывать. Здесь говорится, что второй храм был разрушен просто из-за беспричинной ненависти. И я думаю, второй вопрос, который нужно задать, это как может быть человек, который занимается гмелут хасадим, что такое у нас гмелут хасадим, акты милосердия, добрые дела, как при этом такой же человек может одновременно испытывать беспричинную ненависть, как можно делать и гмелут хасадим, и акты милосердия, и беспричинную ненависть одновременно. Но продолжим дальше. Лан-Деха, говорит Талмуд, делает сразу вывод, что беспричинная ненависть, опять же, я хочу остаться в точности формулировки, говорится, просто беспричинная ненависть, не между зайчиками и черепахами, между невремями или невремями, а идет речь просто о беспричинной ненависти, как понятие, что она стоит противовес, то есть она равносильно, что равносильно трем другим нарушениям, из-за которых был разрушен первый храм, а в Дазараке, Лорайот, Шикут, Дамин, это поклонство, разврат и кровопролитие. Известно, Гимура много об этом уже говорила, постоянно это мусолится в этот период, часто обсуждается и так далее. Но давайте подведем итог и сразу повторим вопросы, которые у нас возникают по поводу этого отрывка из Талмуда. Первое – это то, что здесь не говорится нигде о ненависти между евреев друг к другу. Мы-то знаем, что причина, почему был разрушен храм, потом приведем мы цитату из Рафука, которая говорит о восстановлении храма, вы тоже увидите, что там не говорится никакой ненависти евреев друг к другу, где написано о том, что храм был разрушен из-за ненависти евреев друг к другу. Написано просто сенат хинам, просто беспричина ненависти, точка. Второе – вопрос, которому мы тоже косвенно ответим, это как человек, который может заниматься добрыми делами. Гмилут хасадим – это хорошие дела по отношению к другим людям, хотя здесь тоже не говорится к другим людям, может одновременно беспричина ненавидеть. Ну и также нужно, конечно же, понять, почему беспричинная ненависть, она равносильна именно трём страшным нарушениям, о которых сказано, что мы человек, что лучше умереть или нарушить эти три, сделать эти три нарушения – идолопоклонство, разврат и кровопролитие. А где-то у нас в истории есть запрет на беспричину ненависти. Есть, я не хотел это приводить, потому что там целая тема для обсуждения, есть у нас заповедь, да, любовь к ближнему, мы знаем, получается обратно, отсюда мы учим, что беспричинная ненависть – это если у нас любовь к ближнему должна быть беспричинной, так как самому себе, то ненависть, как говорится, это тоже ненависть к другому абсолютно беспричинно, но здесь не говорится о ненависти. Да, есть запрет, то ли, там же упоминается о том, что ты не имеешь права ненавидеть своего брата в своем сердце, но окей, да, это упоминается в Торе, но за это нет ни наказания, даже как есть наказание за запрещающую заповедь во времена храма было, в котором есть какое-то действие, которое ты принимаешь действие для нарушения этой заповеди, за это полагалось удары палки. За это тоже не полагается удары палки, это не молочное с мясным или что-то такое. Вообще, просто такая вот нельзя плохо относиться к другому человеку. И мы говорим, что есть три нарушения, идолопоклонство, разврат и кровопролитие, которые конкретно нарушение, там сотен заповедей истории, я, конечно, преувеличиваю, но по своей строгости где-то так, за которые был разрушен первый храм, второй храм против этого, нарушение заповедей, где вообще непонятно, или это вообще нарушение той заповеди, о которой говорится в Торе, а даже если это нарушение, это нарушение, за которое никакого физического наказания вообще не полагается, а мы говорим сейчас о разрушении второго храма, который мы по сегодняшний день с вами переживаем, который мы до сих пор еще не был восстановлен, ведь первый храм, первый храм, когда разрушили, через 70 лет его восстановили. То есть, да, разрушили из-за этих трех страшных нарушений, было разрушено, из-за этих трех страшных нарушений, идолопоклонство, разврат и кровопролитие, но это был временный момент. 70 лет, да, мы посидели в углу, в Вавилоне осознали свое гнусность, своего поведения, и храм был восстановлен. Храм, который был разрушен из-за причины ненависти, точка, еще раз подчеркиваю, просто без причины ненависти, он до сих пор не восстановлен. А это вообще не нарушение заповедей Сторы, без причины ненависти. Да, там есть рекомендация, но тоже неоднозначно, что об этом идет речь. Для того, чтобы подлить немножко масла в огонь, я тут скорректировал длинный отрывок из Талмуда в разделе Шаббат. Это не единственный момент, где говорится о причине, почему был разрушен храм. В данном случае говорится о разрушенном Иерусалиме, что имеется в виду разрушенный храм, но в гемоте Шаббат приводится длинный список, я там сократил на цитаты, на основе которых это доказывается на цитатах Истонаха, но приводится много причин, почему храм был разрушен. Здесь не говорится первый или второй и так далее, но я хочу, чтобы мы с вами прочли. Во-первых, это нам напоминает о том, что я неоднократно, я знаю, во всех своих выступлениях цитирую, что поколение, в котором храм не был восстановлен, может считать себя поколением, в котором храм был разрушен. Соответственно, вот если мы сейчас прочтем этот отрывок, вы увидите просто по накатке. Чисто сценарий, почему в нашем поколении храм еще не восстановлен. Итак, говорит Ваилонский Талмуд, в разделе Шаббат, Почему Иерусалим был разрушен? Потому что там нарушали Шаббас. Подходим? Подходим. Не был разрушен Иерусалим, как только по той причине, что пренебрегали чтением Шма, заповедь, которую Муша сказал, очень осторожно выполняйте заповедь, будет напоминать вам в ваших отношениях со Всевышним, потому что в Иерусалиме не читали Шма утром и вечером, что мы благополучно делаем у нас в синагоге, но из-за этого был разрушен. Думаю, что все жители Иерусалима читают Шма утром и вечером, я вам точно скажу, что нет. Что все жители Иерусалима соблюдают Шаббат? Нет. Не был разрушен Иерусалим, как только из-за того, что закрывали школы, я немножко более современный лад переведу, в которых учились еврейские дети. Еврейские школы закрывались, и не все еврейские дети получали еврейское образование. Все работают и по сегодняшний день. Дальше. Но Харвай Рушалим элэммикныш шалуа як лэмбошит паним зэмизэ. Иерусалим не был разрушен Иерусалим, как только из-за того, что не было стыда друг перед другом. Мы, Митсада Гаава, аппарат гордости в Иерусалиме, Нармуль, вперед, поехали, никому ничего не стыдно. Не был разрушен Иерусалим, если кто-то хочет следить, я вот считаю, большая стрелочка, как только потому, что там были приравнены большой и маленький. То есть, полное равенство, чистая демократия, никакого уважения ни к возрасту, ни к статусу, ни так далее. То есть, где старое, доброе, классовое неравенство. Почему был разрушен Иерусалим? Потому что в Иерусалиме не наставляли друг друга на путество. Это отдельная тема для разговора, что значит, тохэха, имеется в виду, что умеет сказать другому человеку, чувак, ты не прав, так делать не надо. Если вы думаете, что в Иерусалиме это не делают, то на каждом шагу тебе скажут, а так не ходи, а так не одевайся. Слава Богу, братья писатые, блюдуть моральный облик всех остальных, только если все равно из-за этого храм еще не восстановлен. Значит, что-то они делают не так. Значит, неправильно наставляем друг друга на путь. Дальше продолжает Талмуд и говорит, лохарвар и шаламбел обещавши беззуба талмидех хамин. Не было разрушено Иерусалим, как только из-за того, что в Иерусалиме не относили, не просто не относились с уважением, а на смеха над мудрецами Торы. Ну, здесь, я думаю, не нужно приводить примеров. Этого достаточно не только в Иерусалиме. Лохарвар и шаламбел обещавши беззуба скумина аншей амана. И также говорится, что Иерусалим был разрушен, потому что перевелись люди, которым можно доверять Иерусалим. И есть еще одна похожая цитата специальная здесь собрал, написана в Гимори Баба Мэция, тот же самый язык, только уже не Гимори Шабес, говорится, посмотрите, пятый отрывок, потому что судили, что нужно судить за пределами буквы закона. Здесь, например, наоборот, на иврите это звучит как внутри буквы закона. Имеется в виду не только по букве закона, а по-человечески, короче. Так как мы хотим, чтобы Всевышний нас судил не потому, что нам что-то полагается или не полагается, а просто снисходительно, как мы понимаем, что никто из нас не хочет справедливого суда, на небеса. Да, Мара Биохан, сказал Биохан, лохарбайру шалайм, эле шедану ба дин Тора, эле динейм демигзита ледайно, эйма шемиду динейм аль дин Тора в лабду лепними шрат один. Почему Баузур Шегусалим? Потому что я бегло переведу, можете почитать перевод на английский, потому что делали там все правильно. Что имеется в виду, что судили в соответствии за уголовным кодексом. А разрушен он был, потому что на самом деле, как мы хотим, чтобы Всевышний нас судил не по уголовному кодексу, так должны мы и судить других, так должны были работать суды в Иерусалиме. Но к чему я приведу эти отрывки? Где-то здесь говорится про беспричинную ненависть. Ничего не говорится. Откуда взялась на беспричинную ненависть? Почему вдруг говорится, что Иерусалим был разрушен из-за беспричинной ненависти? Мы, я же говорили именно о втором храме, но не только второй храм. Все любят остановиться в геморе, там емок, где говорится, первый храм из-за из-за поклонства разврата и кровопролития, втором из-за беспричинной ненависти. Как вы видите, нету нигде не написано евреев друг к другу. Но гемора продолжает и спрашивает простой логичный вопрос, который нам подливает еще немножко маслом в огонь. Это продолжение геморы в разделе йома. У мигдаш решен а что в первом храме не было беспричинной ненависти? Почему говорится, что именно вот те три заповеди и долопоклонства кровопролития, разраты кровопролития, а именно во втором беспричинной ненависти, говорит нам гемора, на самом деле, мне кажется, здесь она намекает, ребят, беспричинная ненависть, это наше любимое дело. Вы что, хотите сказать, что в первом храме не было беспричинной ненависти? Спрашивает Алмуд. Вахти мигурей эль хэр ваю эт ами влахэн сапок эль ерах это сложные слова пророки Эхэскели, о том, что сожители мои, на них я обращу свой меч, поэтому можешь бить себя уже по ягодицам. Что имеется в виду? Имеется в виду, я не был вдаваться в подробности, имеется в виду, что в пророке Эхэскели, что когда человек слушает какие-то плохие новости, то он это бьет себя по бедрам, имеется в виду, что вот всплеск руками, да, всплеск руками, это имеется в виду сфокеля ерах и ударь себя по бедрам, что Всевышний говорит, что мои сожители, они настолько стали неприемлемы, что придется им всех порубать как на капусту, поэтому можешь начинать переживать. Отсюда учит Алмуд армата Рабелиезра элубней Адам, шоклим бы шутим зэ им зэ, бутоклим зэ, дзэ бы хоровод, шоклим шонам, здесь как будто мы не к салону, не к городу, говорит Рабелиезра, что идет речь, о кого, почему Всевышний говорит, я вас должен уничтожить, порубать всех, потому что идет речь о людях, которые, может быть, пьют, их закусывают вместе, но режут друг друга словами. Мы здесь, конечно, это можно развить на отдельную лекцию, и здесь идет речь о том, что словами мы тоже убиваем, но здесь идет речь о том, что Всевышний, не Всевышний заточил этот ножик и теперь хочешь на всех порубать. А тогда, когда мы неправильно говорим друг с другом, даже если у нас там happy hour, пошли, выпилили, закусили, но говорим плохие вещи, даже, может быть, шутя друг к другу, мы тем самым убиваем друг друга. Отвечает Алмуд, почему не говорится, независимо на то, что люди так общались друг с другом, что была беспричинная ненависть, почему не говорится, что первый храм от пророков Искель пророчествовал о первом храме, почему не говорится, что первый храм был разрушен не из-за беспричинной ненавистики, а только второй. Говорится, отвечает на этот Алмуд, что то, что люди вот так друг с другом общались, просто говорили нехорошие вещи друг другу, что не привело к разрушению храма, что это было во времена Первого Крама между главами еврейского народа. Дыхтим, как сказано, Зак вэгэлэль бен Адам кеги айта бэами. Что это было во времена Второго Крама, что воскричал и воскликнул Сын Человеческий, что такое было в моем народе, когда идет речь о Сын Человеческом, идет речь о мудреце, как дальше говорит Талмуд, посмотрите, Дебетане, Зак вэгэлэль бен Адам, что значит кричал и восклицал Сын Человеческий, может быть, все кричали Талмуд, Номар, ибеконни сэйли в Сраиле. Сын Человеческий, потомок человека именно, идет речь о главах народа Израиля. Давайте подведем итог всем этим первоисточником. И вы даже не можете себе представить, как в этом казалось бы, общих пропагандистских словах продумано каждое слово, продумано причинно-следственная связь. Так, что нам говорит Талмуд? Это отрывок, к которому мы пришли, который не часто читают, как пропагандистский Талмуд о том, что первый храм разрушил из-за идолопоклонства, разврата и кровопролития, второй из-за беспричинной ненависти. Первый вопрос, который мы знали, нигде не говорится о беспричинной ненависти друг к другу, говорится просто о беспричинной ненависти. Второе, что мы сказали, что беспричинная ненависть вообще не упоминается в других местах, как причина разрушения второго храма. Но даже в первом храме мы говорим, что была беспричинная ненависть, только эта ненависть была между главами народа Израиля, между мудрецами, раввинами, политиками, то есть все эти политишицы, если их можно назвать лидерами, если кто-то читал книгу Шмуэля, книгу царей, то там вообще туши свет, как они любили друг друга, просто кошмары. То, что там происходит, по-моему, на прошлом роке даже чуть-чуть касались, про там Джезоба, Ахаба, Минаше, там прекрасно были просто между ними отношениями, и это подчеркивает, что и в первом храме была ненависть между евреями, ненависть друг к другу, беспричинная ненависть, но она была у глав народа. И получается, что эти заповеди идолопоклонства, кровопролития и разврат, они как бы перевесили. То есть была беспричинная ненависть, но гораздо больше были эти три заповеди. Во время второго храма была такая беспричинная ненависть, что это было даже хуже, чем эти три запрета. Но я бы хотел спросить параллель о том, что можно, это мое сейчас предположение, может быть, можно сказать, что если во времена первого храма, при разрушении храма беспричинная нервность была только у глав народа, и она еще так не распространилась, то это было начало того, что в народе это тоже распространилось, и второй храм уже из-за этого был разрушен. И вы увидите, как на самом деле вот этот процесс, как рыба гниет с головы, этот процесс происходит в нашей истории, и более того, он закладывается ни много ни мало именно в нашей недельной главе. Теперь, понятно, что мы и дел говорим о 9 авгу, потому как, как вы знаете, и первый храм, и второй храм были разрушены именно 9 авгу. Но как вы тоже наверняка знаете, что первая причина, что 9 авгу для нас стал таким черным днем календаря, или красным днем календаря, я не знаю, она как раз не связана ни с первым, ни с вторым храмом. А что первое произошло в 9 авгу? Разведчики вернулись, сказали, отлеветали землю, и еврейский народ был обречен на 40 дней в пустыню. Посмотрите, что по этому поводу говорит Талмуд. Седьмой параграф. 9 авгу было постановлено, что наши праоцы, поколение, вышедшее из Египта, не войдет в святую землю. Миналан, как мы это знаем, Гимора все подсчитывает и говорит, написано, Мы говорим, и было первый месяц второго года, первого числа первого месяца был построен храм. Что такое второй год? Второй год с момента выхода из Египта. Первое число первого месяца, это первое Несана, когда, как вы знаете, названий месяцов нету, они считаются по числам. Первый месяц считается с момента выхода из Египта. Это месяц Несан. Первого числа месяца Несана был построен Мишкан временный храм в пустыне. Это второй год. Боамар Мары говорит господин, шанари шанаса мушэта мишкан. Первый год мушэ сделал мушэта мишкан. Во второй год построил храм. То есть, как мы выставили, что заповедь строительства храма, мишкан временного храма, была дана еще первый год после выхода из Египта. Или если быть совершенно точным, то это было дано через 170 дней после выхода из Египта. Давайте по выходу из Египта чуть меньше, 175 дней. Нет, 170 дней. Все правильно, 170 дней. Евреи вышли из Египта 15-го числа месяца Несана. 49 дней до Шаблота. 50-й день до Шаблота. Затем 40 дней мушэна. Первые 40 дней на горе Синай. Это 90. Потом он спускается, разбил скрижали, золотой теленок. 40 дней молится за прощение еврейского народа. Возвращается в Рашхоба Шаблул. Мне словно нахлебавший. Еще 40 дней. Это у нас 130. Плюс еще 40 дней от Рашхоба Шаблола до Йом-Кипура. Это у нас все вместе 150 дней. Через 150 дней после выхода из Египта мы получаем прощение за грех золотого телца. Вторые скрижали. И дается заповедь. Постройте мне храм, и я буду находиться в вас. Мойша получает заповедь Синай Мишкана. Первый год заканчивают его строить и освещают в начале второго года. Во второй год он построил храм и потом посылает разведчикам. И было написано во второй год, во второй месяц, 20 числа второго месяца поднялось облако над храмом. И это был знак, что еврейский народ движется в сторону весны, в сторону святой земли. Это был 20 числа месяца Ияра, то, что мы сегодня называем вторым месяцем после Несана. Короче, здесь Гемора подсчитывает. У нас в Толмуде, в Торе очень мало дат, поэтому все приходится высчитывать, что разведчики вернулись и оклеветали землю 9 авгу. Именно 9 авгу было восстановлено, что наши праотцы, которые вышли из Египта, не войдут в землю Израиля. 40 лет в пустыне все окочурились, протянули копыта и так далее. Теперь, пока что нам был дан только факт о том, что 9 авгу мы получили это наказание. Но из-за чего мы получили это наказание? И вот здесь у нас появляется постепенно та терминология, из-за которой был разрушен храм, и которая участвовала тоже в разрушении первого храма. Это сина хинам, беспричинная ненависть. Говорит дальше, точнее, в том же самом месте раздел Таанит. Посмотрите, восьмой парага, «Эктив». Написано в книге, еще бы в Минбах, в предыдущей книге, в главе «Шлаг», в главе, которая посвящена истории с разведчиком, как подводится итог того всего, что накуролесили разведчики, сказано. И начала вся община, и подняли свой голос, и плакали они в ту ночь. Здесь есть небольшой намек в слово «прия». Тут, конечно, игра на иврите, я не буду даваться в этом подробности. Такой каламбур, плакали всю ночь, слово «плакать» – это «липко». Но также это одно иное слово со словом «невуха» – смятение, запутанность. Чего человек плачет? Почему вдруг человек начинает плакать? Почему мы плачем? Мы плачем, когда что-то не соответствует нашим ожиданиям. Или это плач от горя, не дай бог, что мы ожидали чего-то одного, получилось что-то другое, или это плач от радости, наоборот, хорошие новости, и мы плачем от человека. Так или иначе, это слово «мебуха» – неадекватная реакция, реакция на что-то неожидаемое, неадекватное. «Амар раба, амар раб Йоханн» – сказал раба, сказал раб Йоханн – «Отт день, когда наши прадцы заплакали, о чем сказано в главе шла, это была ночь девятого апта». И тут крылатая фраза из Талмуда. И вот первый раз упоминается слово «хинам». Вы плакали, плач без причины. И у вас это будет плачем во все поколения. Давайте теперь попробуем посмотреть на эту фразу с точки зрения, во-первых, «хинам», что это такое? Беспричина. Второе, с точки зрения «пхия», что значит «плач». Если плач, как я объяснил от слова «мы в ухо» путаем, неадекватная реакция, как неожидаемая реакция, то Всевышний говорит, что вы плачете. То есть Всевышний не ожидал, что у нас будет такая реакция. И он говорит, что это беспричинная реакция. Я не понимаю, чего вы плачете. Но раз вы плачете без причины, у вас будет такое шоковое состояние, это неадекватно во всех поколениях девятого апта. Здесь можно эту мысль развить настолько широко, что, например, что то, что с вами происходит девятого ава, это беспричин, но это нет причин. Если у этого нет причины, то зачем же сказано в Талмуде, из-за этого был разрушен первый храм, из-за этого второй храм. Потому что здесь Всевышний не говорит, что у вас будет причина, почему плакали все поколения, как принято объяснять эту фразу, а говорит, что у вас будет плач в этот день во все поколения. А плач от слова пхия, от слова мебуха, неадекват, запутая, смятение, то можно сказать, что если Всевышний идет мидак и негет мидак, одно противоезд другого, что точно так же, как мы плакали без причины, так и Всевышний не будет давать нам причины, почему мы должны плакать. То есть это не нам разрушено из-за чего-то. А Всевышний точно так же психанул и реагировал неадекватно, как мы тогда неадекватно реагировали, когда нам уже давали эту землю. Понятно, что здесь как можно раскрутить эту геморру, но главное, что мы здесь видим, что вот эта идея хинам без причины. На иврите хинам – это бесплатно. Бесплатно, как вы знаете, только сыр в мышеловке. Хинам – это от слова, это имеется в виду «без причины», «сенат хинам», «ават хинам» вот здесь, оно упоминается именно по поводу 1-го, 9-го ава. Первый раз, что все это началось на 9-го ава в истории с разведчиков, когда поколение выхода из Египта было наказано. Что Всевышний говорит, что все то, что произошло, причины у этого не было никакой. В тексте главы «Шлаг», там, где описывается история разведчиками, это не совсем заметно. Почему? Потому что и все наши комментаторы, и у нас было на эту тему много лекций, так или иначе находят причину, почему наши праотцы и эти разведчики пришли и сказали то, что они сказали. У них были какие-то свои соображения, что они делали. Но на самом деле я обратил только в этом году, и до этого, что построена вся лекция, что narrative, то, как это рассказывается история разведчиков в главе «Шлаг», она категорически отличается от того, как это рассказывается в нашей главе. Потому что, как вы знаете, наша глава, наша глава, она начинает ретроспективный показ того, что с нами происходило при выходе из Египта. И на самом деле, Мушар Абейн все время возвращается к двум историям. Это история золотого тельца, она упоминается даже в первом предложении нашей главы, просто косвенно, как географический пункт. И история разведчиков. Потому что это была причина, почему поколение выхода из Египта не вошло в землю Израиля. Но, действительно, я не буду сейчас заниматься сравнением двух текстов, но если вы помните текст, который был в главе «Шлаг», то там говорится, разведчики пошли, разведчики вернулись, разведчики рассказали, разведчики сказали то-то, то-то. И потом в двух-трех предложениях идет речь о том, как народ на это прореагировал, как в данном случае приводится в Геморитании. Интересно, что в нашем главе, в самом начале, в первом параграфе переводится та же самая история. Мушар Абейн заново нам это все рассказывает, только он полностью меняет акцент. Он полностью меняет то, что сегодня в журналистике называется «нерд». Давайте прочтем, я понимаю, что здесь весь текст приведен, но я хочу действительно прочесть, он такой длинный в торе, но посмотрите, насколько Мушар изменяет подход к истории с разведчиками в нашей недельной главе по отношению к предыдущей. Теперь напомню, что история с разведчиками, это была первая девятая Аб. Разведчики оклеветали землю девятого Аб. Наши праотцы были наказаны за то, чтобы остаться в пустыне девятого Аб. А главное, что говорит Гимора Таани в предыдущем параграфе, то, что мы прочли, что вот здесь появляется понятие «хинам», «без причины», что наши праотцы плакали без причин. Но именно это подчеркивается потрясающим образом в том, как эта история во второй раз уже рассказывается, то, как она описывалась, как она происходила. Там были новости, а здесь у нас документальное кино. Здесь это уже режиссура. И это то, как Мушер Абейну эту историю пересказывает. Посмотрите, что он говорит. Говорится, вы ко мне пришли и сказали, давайте пошлем этих людей. И они исследуют эту землю перед нами и расскажут, что там и как. В главе Шла это не говорится. В главе Шла говорится, что Всевышний сказал Мушер, пошли на свое усмотрение. Здесь говорится, вы, народ, вы ко мне пришли и попросили. Мушер Абейну, как понятие пилать, не дай бог. Я умываю руки. Да? 23 апреля. Хотя на самом деле кто-то умывал руки. Там умывал руки Всевышний. Он сказал, вы. Мушер говорит, вы ко мне пришли. В главе Шла. В оригинале, в новостях это не говорится. Это уже документальное кино. 23 параграф. Или вообще художественный фильм. 23 предложение в 9 параграфе. Я говорю, хорошо. Мне это понравилось. Убедило. Уговорили меня. Мне понравилось то, что вы мне предложили. И взял по одному человеку из каждого колена. Он говорит о них в третьем лице. Обратите внимание. К народу он обращается во втором лице. А разведчикам говорит в третьем лице. Они ходили, там смотрели, исследовали. 25 параграф. Они вернулись с плодами земли Израиля. Помните, виноград. И рассказали, что там было. И сказали, хорошая эта земля. Что он направил? Разведчики. Разведчики во всем виноваты. Они пришли к Левиталии земля. Он говорит, что нет, мы молодцы. Он уже нас настраивает, что мы сами виноваты. 26 параграф. 26 предложение. И он говорит, вы не захотели подняться. И сказали, что Всевышний неправильно нас вообще что-то нам не то сделал. Не так нас сюда привел. Кто сказал, что мы не можем туда подняться? В оригинале. Разведчики сказали, что эта земля, она, конечно, классная, только завоевать ее не можем. Когда Мушер Абейну пересказывает эту историю, он говорит, разведчики пришли, скажут, что это очень хорошая земля. Вы сказали, что Всевышний нас обманул, мы туда не можем подняться. Как это над другим связано? Еще раз посмотрите, первое предложение, 25 предложение. Они взяли в свои руки плод земли Израиля и принесли ее нам. И рассказали, что это очень хорошая земля, которую Всевышний дает нам. А вы, народ, не хотели подниматься туда и сказали, что Всевышний нас развел. Это все... Какая связь? Там в истории, в оригинале, разведчики пришли и рассказали, что мы не можем туда подняться. Здесь, говорят, разведчики молодцы. Это вы не захотели? 27 парага. Внимание. Это самое ключевое предложение, от которого мы все будем раскручивать. 27 предложение. И вы сидели и там ключкотворством занимались и там злословили. Раша говорит, что имеется в виду. Злословие мы сейчас прочтем. Раша в своих шатрах и сказали, ненавидит нас Бог. Из ненависти к нам Бог выбил нас из Египта. Дать нам, отдать нас в руки аморийцев, чтобы они нас уничтожили. В той истории. Так, как это было. Когда это описывается, в голове шла. Ничего подобного не было. Откуда Муша Рабейну это взял? Как Муша Рабейну знает, что они сидели там, рассказывали, обсуждали в своих шатрах. За своими кухонными столами. И говорит, он посмотрит. Еще раз. Наконец-то упоминается слово. В ненависти Бог нас вывел из Египта. Он, Раша потом нам объяснит, что имеется в виду. Но мы говорим, что говорит здесь Муша Рабейну. И тут Муша Рабейну, как говорится, уже Остапа понесло. Он говорит, куда это он нас привел? Куда? Что просто там расстроил нас до глубины сердца Бог? Что там огромные города. И стены, и бастионы до небес доходят. И великаны там живут. Про великанов мы слышим. Про укрепленные города слышим. Причем здесь стены до небес. Откуда это пришло? Где это Муша Рабейну говорит? Но главное, что он говорит, что вы сказали, что Бог нас ненавидит. И поэтому вы не поднялись в Израиль. Теперь. Раша объясняет 27-е предложение. Посмотрите, что говорит Раша. Сначала все просто. Ватергену. Что вы там обсуждали в шатрах. Лашонара. Вэхэнди брэннир. Так написано в книге Мишлей. Отсюда мы учим слово. Что говорили злословие. Адама Муцидиба. Что это человек, который говорит клевету. Вы начали между собой там что-то придумывать и рассказывать нехорошую вещь. Муцидиба. Это не просто злословие. Это именно клевета. Что вы начали клеветать на то, на что? На что-то на землю Израиля. Хотя на самом деле на землю Израиля. Вэхэнда шэмутану. Что в ненависти всевышней нас ненавидит Бог. Это то, что мы сказали. А на самом деле, говорит Раша. Мушер Абенн говорит. Бог вас любит. А вэнатэм сонима то. И Раша это все переворачивает и говорит. Вы ненавидите Бога. Как он к этому пришел? Как он пришел к тому, что мы ненавидим Бога? Это на арамейском, я понимаю. Но очень важно понять эту фразу дословно. Раша говорит, что идиот. Идиот это необразованный человек. Человек, который не думает мозгами. Идиот, а не идиот. Идиот. Я первый раз латнулся этим словом. Это Геморрис Анедельнич в школе учился. И все очень радовались тому, что идиот это идиот. А учитывая еще, что одна из самых центральных израильских газет называется Идиота Харонот. Это было очень приятно. Внимание. Посмотрите, что говорит Раша. Раша говорит, что вы подошли к этому как простолюдины, как необразованные люди. Человек, который не думает головой, идиот. Он говорит следующую вещь. Это как пример. Что он говорит? То, что я в своем сердце воображаю по отношению к тебе, это то, что я считаю, что ты думаешь обо мне. Непонятно? Говорит Раша следующая вещь, цитирует Сифрой. Что то, что я представляю себя по отношению к тебе, я предполагаю, что ты точно так же относишься и ко мне. Человек, который не думает головой Раши, говорит Раша, и это то, что произошло с нами в пустыне. Он говорит следующую вещь. Говорит, что вы говорите, что Бог нас ненавидит. Раша не Бог нас ненавидит. Вы ненавидите Бога. И то, что вы думаете о Боге, думаете, что Бог думает о вас. А на самом деле он вас любит. Но это все еще интереснее. Сейчас мы увидим потрясающий комментарий. Для того, чтобы это, так сказать, расширить, Раша приводит цитату из Метер Шраба, такую аллегорию. Вот Сеатос Ласинайта. Что евреи думали? Что Всевышний нас вывел из Египта, потому что из-за ненависти к нам. И приводит аллегорию. Раша очень редко приводит подобные аллегории. Хотя здесь дважды уже в одном комментарии. Пример будет понят на основе человека плоти крови. Было у него двое сыновей и было у него двое полей. Одно, одно, орошаемое, естественным образом, там ручьи подводные разливаются. А другое имеется в виду, что орошается только с помощью дождя. Это термины просто в рил стоит в Талмуде. И того, который он любит, он дал то, которое самое орошаемое. То есть там ручьи, которые орошают землю. А кого он не любит, дал ему то, которое орошается с помощью дождя. Почему? Какая логика? Потому что поле, которое орошается само по себе, тебе не нужно ждать, пока придет дождь. У тебя там каналы, там прорыл эти самые грядочки, и у тебя туда разлился. А то, которое орошается с помощью дождя, пойдет дождь или не пойдет дождь. Или да, или нет, вырастет или не вырастет. Что здесь говорит Раша? Земля египетская – это самое орошаемое поле. Почему? Как, за счет чего же сельское хозяйство в Египте? Нил. Нил разливался, все орошал. Наш папа Йосеф придумал ему растительную систему, каналы, которые Нил распространял по всем полям и огородам. И все было хорошо. Что Нил поднимался и орошал, и разливался. А земля Израиля, она за счет дождя, крупная река Иордан, как мы с вами говорим, полноводная река Иордан, в самом широком месте, наверное, в ширину, может быть, полторы этой комнаты. То есть, там орошение за счет рек и ручьев – это нереально. Поэтому говорится, что Израиль – это святая земля. Почему? Потому что там люди все время смотрят на небо. В Египте все смотрят на землю, на нефть, в Саудовской Аравии. А в Израиле нужно всем рассмотреть на небо, потому что без земли ничего нет. И всевышний вывоз из Египта. Там он дал хорошую землю. А нас он ненавидит. И поэтому там он плохой. Теперь это евреи говорят после. Чудес в Египте. Десять казней. Чудес на Красному. Дарование на горе Синай. Ман уже кушает. Облака славы и так далее. Это называется Синат Хинам. Беспричинная ненависть. И если усугубить это на Раши, говорит это вкратце. Но ссылаясь на Раши, есть величайший европейский комментатор, живший в Праге, похороненный в Праге. Место паломничества Клия Кар. Он очень многословный комментарий. Очень длинный. Он никогда не приводится в стандартном издании Хумыша, Тора, потому что там очень многослов. Поэтому его отдельно всегда издает. Так вот, Клия Кар говорит следующую вещь, комментируя именно этот отрывок. Посмотрите, какой там с одиннадцатой Параг. Девятого ава была история с разведчиками. То есть они вернулись и оклеветали землю. Бо ба йом. На этом основывается вся лекция. Бо ба йом. В этот день родилось качество беспричинной ненависти в еврейском народе. Я хочу подчеркнуть еще раз. Помните, что мы читали в Геморье. Что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Стоп. Здесь. Не беспричинной ненависти, как мы часто любим говорить евреев друг к другу. Нет. Талмуд говорит четко и ясно. Второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Точка. Не говорится, кого к кому. И дальше мы с вами сегодня посмотрели Геморро, который говорит, что на самом деле в первом храме это была беспричинная ненависть, но там уже, говорится, между кем и кем? Говорится, среди глав народа Израиля. Говорит Клия Кар. Что в тот момент, когда вернулись разведчики, родилось понятие качества беспричинной ненависти в еврейском народе. Оно само по себе не происходило. Оно не было заложено в нас. Еврейский народ – это милосердный народ и беспричинная ненависть. В этот момент, в момент того, что сделали разведчики, в нашем народе появилось это качество. Посмотрите, что он говорит. Кмош Немар. И приводит цитату из нашей недельной главы. Когда пересказывается эта история не в оригинале, не в главе шла. Что в ненависти Всевышний вывел нас из Египта. Посмотрите, что говорит Клия Кар. Не ненависть евреев друг к другу родилась. А что? Просто понятие ненависти. Кому было обращено понятие ненависти? Евреи сказали, что Всевышний Бог нас ненавидит. В ненависти Всевышний нас вывел из Египта, забрали хороший огород, дали плохой огород. Поэтому он нас ненавидит. Но это уже заложилось зерно без причины ненависти вообще такого качества, как такового. И во-первых, И говорит, что Раша приводит терминологию. Откуда, что такое без причины ненависти? Без причины ненависти, она не потому, что я тебя не люблю, потому что ты мне сделал то-то и то-то. И она не обязательно между людьми. Это сама психология того, что то, что я думаю о тебе, я думаю, что ты думаешь обо мне, и поэтому я тебя не люблю. Без причины ненависти заключается не в том, что мы друг друга не любим, заключается в том, что мы слишком много думаем. Или наоборот, думаем неправильно. Что сказал Раша? Это подход простолюдина, человек, который не задумывается о логике. Какая здесь простая логика? Откуда ты знаешь, что он обо мне думает? Все евреи говорят, Всевышний нас ненавидит. Так как мы... Давайте прочем просто Клиокар дальше говорить. Клиокар переворачивает его еще подруг глубже и говорит, что так как они думают, как мы друг к другу относимся и друг к другу готовы там фейсом аптейбл, то значит и Бог нас ненавидит. А то, что Бог нас ненавидит, у нас есть доказательства. И когда они пришли к выводу, что Бог нас ненавидит, потому что он выводит нас из Египта, где хорошая земля, я привел в плохую землю, где нету Нила и нету разлива, мы не привыкли к такой индустрии, а нужно ждать, что пойдет дождь. Раз Бог нас ненавидит, значит и нам можно ненавидеть друг друга. Это естественное состояние. И это несчастье зародилось тогда. Клиокар говорит, что рождение, тогда это было опущено семя, проросло это семя во время разрушения первого и второго храма. Как мы помним, Гемора говорит, что в первом храме тоже была беспричинная ненависть, которая привела к разрушению храма. Кибибайта решена, а я си на тенам бен и сей сраэль, во время первого храма была ненависть между главами еврейского народа, а во втором храме это еще больше разбилось. Пашта анега бен коль Исраэль А во втором храме это развилось между всеми и временем, уже все начали друг друга ненавидеть. Как известно, рыба гниется в голову. Но здесь нам нужно объяснить. Если идет речь просто о качестве беспричинной ненависти, Клиокар объясняет, что эта беспричинная ненависть потом превратилась в беспричинную ненависти друг к другу. Но то, что главное говорит здесь Клиокар, что ненависть была к Богу. Как мы знаем, что ненависть была к Богу? Потому что так как мы сказали, что Бог нас ненавидит, поэтому мы с Египта. Почему мы так сказали? Потому что нам плохо, и мы думаем, что Бог нас не любит, значит мы тоже его не любим. Получается, что зарождение этого качества сенатки нам нигде не сказано ненависть евреев друг к другу, а написано просто ненависть, изначально была ненависть к Богу, которая родилась. Почему? Потому что я думаю, что Бог думает обо мне. Но к этому придем чуть позже. Вопрос, я хочу немножко углубиться в этот момент о том, как из просто абстрактного понятия ненависти, беспричинной ненависти, рождается сначала ненависть к Богу, потом ненависть друг к другу, и она развивается так, что это становится одним и тем же. Почему? Потому что, давайте вспомним простую вещь. Если мы ненавидим Бога, а это объясняет Раша то, что произошло с еврейским народом в пустыне, и Мойша это все переворачивает в нашей недельной главе, то это естественно и логично, что мы будем ненавидимы в ненависти человека. Почему? Потому что что такое человек? Человек создан по образу и подобию Бога. Но что еще интереснее, посмотрите, когда в главе но, когда, казалось бы, уже все организовано и все живи себе предпеваючи, в каком контексте говорится, что человек создан по образу и подобию Бога. Посмотрите 12 параграф. Тот, кто проливает человеческую кровь, его кровь тоже будет пролита, потому что по образу и подобию Всевышний сотворил человека, по образу и подобию себя. Поэтому запрещено кровопролитие. А какая у нас была одна из причин разрушения первого храма? Из-за того, что было кровопролитие в еврейском народе. Убивали направо и налево. Но здесь мы можем провести логическую линию, что почему нельзя убивать, потому что по образу и подобию Всевышнего сотворил человека. Соответственно, причиной, почему человек может убить другого человека, в том, что мы не признаем, что мы сотворены по образу и подобию Всевышнего или другими словами. Мы настолько ненавидим Всевышнего, Что мы можем убить человека, который создан по образу и подобию с вами. Понятно? Теперь, как это работает, как это все, как переходит то, что… Я думаю, что здесь мы можем это посмотреть в обе стороны. Сегодня звучат слова «я ненавижу Бога», как Грэм Гринна цитировали в начале, что «я ненавижу Бога настолько, что я почти в него верю». Как будто бы я в него верю. Это было пикро. Сегодня сказать, что «я ненавижу Бога», окей, who cares? Кого ты интересуешь, что ненавидишь Бога? Сегодня настолько мы уже приземлены, что идет речь только о человеческих отношениях. Но на основе того, что мы здесь выучили, в том, как это все переворачивает мышью Абэйну, как комментирует Раша и раскрывает Клеякар, мы видим, что это одно и то же. Что ненавидь человека к человеку, что сказать мне, что храм был разрушен и не восстановлен за причиной ненависти, это причина в том, что мы не любим Бога. А почему мы не любим Бога? Почему мы не любим Бога? Мы к этому придем позже. Давайте продолжим вот эту вот цепочку, что ненависть, причина ненависти человеку к человеку в ненависти человеку к Богу. И это относится к нам сегодня напрямую. Именно отсюда мы учим, что перед храмом было разрушено ненависть евреев друг к другу. Почему? Потому что есть известная гемора в Аббатане приводится. Я привел здесь цитату из книги Зора, сейчас вам вообще все станет очень интересно и понятно, что мы будем делать глубокую еврейскую мистику. На арамейском я прочту и переведу. Посмотрите, 13 парадок. Мы знаем, что Яков был наподобие копия. Это была копия первого человека. Как написано в Талмуде, мы с вами как раз недавно учили на уроках Тани, что внешний вид Якова – это была точная копия внешнего вида Адама Ришона. Или там мы объясняли, что красота Якова была такая же, как красота Адама Ришона. Это было одно лицо. И что Адам не смог выполнить свою оторвалову от Всевышнего. А Адам – это по образу и подобию Всевышнего. То есть получается, что Адам – это копия Бога. Яков – это копия Бога. Образно говоря, сейчас мы объясним, что имеется в виду. Он был оторван в Всевышний, потому что Самоэль – это другое название сатаны. Он там подмешал древо познания, помните? Первичный грех. Что точно так же и у Якова была та же самая ситуация, что Самоэль, тот, кто представлял Самоэля, он пытался лишить Якова тоже этого благословения связи со Всевышним. А мы знаем, что Якова была связь со Всевышним. Помните, ангелы, которые поднимались и опускались вниз, как говорит Алмуд, отсюда идет эта фраза, что что они поднимались и опускались вниз, потому что поднимались наверх, смотрели на Бога, спускались вниз, смотрели на Якова. Говорили, что то, что наверху, то же самое и внизу. А что значит то, что самое наверху, то и внизу? Адам – человек был сотворен по образу и подобию Всевышнего. Соответственно, Яков – точная проекция Адама, одновременная проекция Всевышнего. Понятно? Да, Яков получил все благословения. Почему? Потому что Яков победил этого Самоэля. Помните, ангела, с которым боролся Яков, победил этого человека? Это был ангел Эйсова, который есть этот Самоэль. Это и есть ангел Эйсова, на который Яков победил. Он победил его, у них была ничья, можно сказать. Но он не смог предотвратить от Якова, когда Яков должен войти именно в святую землю, возможность получать напрямую этот свет от Всевышнего. Понятно? Почему у Якова это получилось? Сейчас мы построим всю эту цепочку, как раз недавно, мы сняли на уроках Тани. Говорит у Рахаима Кодыша, у Рахаима Натар, величайший мистик, комментатор, объясняет именно на историю с разбитчиками. Что он говорит? Да. Икшебара Ашемета Адам, бара ната эхат, ната эхат, шебо хлулим колон к их душам. Он, как Всевышний, когда сотворил человека. Он сотворил один росток, который включает в себя всю святость. И если мы все потомки Адама, то, очевидно, Адам включался в все души. И когда он согрешил, говорит у Рахаим, то этим самым он нарушил, он испортил все души, которые от него вышли, это все человечество. Все человечество теперь с изъяном из-за греха Адама решено. Пока понятно, да? Давайте по порядку. Пока не пришел через 20 поколений после Адама. Кто пришел? Абрам. Который смог вот эту нечистоту, которая примешалась к Адаму из-за греха древа познания очистить с помощью 10 испытаний, которые проходит наш прорисец Абрам. Помните, горящие печи, Сара, Ицхак, обрезать? 10 испытаний Абрама. Слышали про такое, да? Они в разных подсчетах. Некоторые считают, что первое это Алехлах, это то, что было сказано неизвестно, куда идти. С этого начинается. Некоторые считают, что это было уже седьмое. Последнее это было Ицхак. Некоторые считают, что это последнее было смерть Сары, что негде было ее похоронить. Но там у нас много... Короче, есть разные подсчеты 10 испытаний. То, что он проходит, это 10 испытаний. И ни на секунду, ни в зуб ногой не сомневается во Всевышней, он выделяет, смог разделить между нечистотой, которая была в душе Адама, и святостью, которую он хотел передать дальше. И что произошло? Нечистота уходит в Ишмаэля, а святость уходит в Ицхака. Ицхак тоже еще не 100%. И он очищается, исключает этот грех, греопознание, эту нечистоту от себя, тем, что он добровольно идет на жертвенник, жертвоприношение Ицхака. И из него выделяется что? А из него выделяется с помощью этого огня на жертвеннике, с помощью, как мы выкаливаем железо. Как мы делаем руду? С помощью прокаливания ее. Выделяем весь мусор, оставляем только чистую породу. Возьми мне пламя и святую породу, что-то такое. Это произошло на жертвеннике, с помощью огня. Ицхак сможет разделить между кем? Эйсовом и Яковом. Но у Эйсова, у Ицхака это уже 50%. Соответственно, он полностью, все, что осталось, отделяет нечистоту в Эйсова, и Яков остается полностью чистым. Таким образом, Яков возвращается в состояние Адама Решона. Давайте еще посмотрим эту цепочку, которую нам рассказывает Орахаем. Орахаем говорит так. Адам согрешил. Так как он является источником всех душ, и он, соответственно, по образу, и по тому всевышнему. Это прямая проекция Бога. Это и есть Бог в этом материальном виде. Это Адам, человек. Но из-за греха туда примешались еще всякая нечистота. Побочные эффекты творения, скажем так. Теперь, проходят 20 поколений, пока приходит Абрам, и с помощью огня, испытаний и так далее, смог частично отделить нечистоту и выделить на самом деле только Ицхака и Ишмаэля, хотя у него были и другие дети тоже. Но остается только основное отделяется Ишмаэлю и остается у Ицхака. Ицхак еще не полностью очистен, но ему удается, благодаря этому самопожертвенности на джерпиньке, когда его приносили в жертву, он уже может разделить полностью отделение и Исава, и Якова. Получается, что последний Яков, который полностью выделен, он по образу и подобию, он тот человек, который был задуман с самого начала. Он чистая проекция. Понятно? Это то, что сказали наши мудрецы, когда сказали, он по-другому изменяет язык Талмуда, чем то, что говорит Зор, что красота, великолепие нашего прородца Якова, оно как будто великолепие первого человека, или в том случае, если говорится, первичного человека. Это то состояние человека, которое было изначально задумано. Что у меня было никакие примеси, нечистоты, как Адам до греха. Понятно? То есть, что такое наш прородец Яков? Наш прородец Яков – это проекция Всевышнего, как такового, в идеальной форме человека. Это суперчеловек. Это тот человек, который был задуман изначально. Но проследив эту всю цепочку, что нам это дает понять? Мы недавно учили как раз в Нигитане, что Всевышний в этом мире – это и есть человек. Непонятно? Если Всевышний творит нас по образу и подобию своему, то то, что является проявлением Бога в этом мире – это человек. Нет, ни в коем случае не подумайте, это не какое-то очеловечивание Бога. God forbid. Нет. Это проекция света, божественного света, который проецируется в нашем мире, в той форме, которая может быть принята, проецируется в этом мире. Это проекция и создает человека. Другими словами, есть источник света, это Всевышний как таковой. Дальше он по образу и подобию своему делает человека. Имеется в виду, что этот свет проходит огромное количество сокрытия, перемутации, отражений и так далее. Пока в этом мире этот свет не проецируется, как человек, но это тот же свет, который проходит изначально. А где этот свет окончился, вот в идеальной форме, как было задумано, иначе проявляться? В нашем праотце Якове. Соответственно, наш праотец Яков – это идеальная проекция Бога в этом мире. А мы с вами кто? Потомки нашего праотца Якова. Соответственно, считаем дальше, ненависть евреев друг к другу – это и есть ненависть к Богу. Ненависть к Богу – это и есть ненависть евреев друг к другу. Именно поэтому Талмуты не упоминает о том, что это не говорит Синатхинам. Поэтому Клиокар говорит, что в этот момент, когда евреи сказали, что Бог ненавидит нас, в этот момент появилось это качество – ненависти без причины. Почему без причины? Мы сейчас поговорим дальше, как это работает. Но именно поэтому мы можем говорить, что ненависть, которая говорится Синатхинам, которая была причинами разрушения и храма, и разведчиков, и всего на свете, и причина всех бед в нашем мире – это на самом деле ненависть к Богу. Мы не ненавидим друг друга без причины. Мы ненавидим Бога без причины. И ненависть человека, как проекция Бога в этом мире – это ненависть к другому человеку, ненависть к Богу. Когда говорится по образу подобного, Всевышний сотворил человека, это в контексте того, почему нельзя делать кровопролитие, почему нельзя убивать другого человека, потому что это убивать Бога. Я понимаю, что это может звучать немножко странно, но давайте посмотрим, что говорит Алтарабов Тани по этому поводу, точнее, в книге Игра Сакойдыш, которую я быстро прочту, потому что мы как раз недавно это учили по вторникам науки. И точно так же проявление души, проявление божественного присутствия в душе человека, как и проявление Всевышнего в этом мире. Киины, кола нишамотши была маюклуми бадаму решок, что все души были изначально заключены в первом человеке. Ведера, клала и та нишматоних лэклуми спар тарьяк, рамах и барим, мэши саги дим. И по-простому, его душа разделилась на 613 частей, это 248 органов человеческого тела и 365 крячиков, которые связывают эти органы. То есть что такое проекция Всевышнего, это 613. Что это 613? Это заповеди. Заповеди, заповеди Всевышнего. Так они называются в зоре, что эти заповеди являются иброй дымалкой. Это органы Всевышнего, которые проецируются и просто через материализацию образно говоря этого света оно предполагается, то, что мы называем человеческим телом. Но это и есть проекция Всевышнего. Это его желание. Ах, дорогопрад, михлагенецу цот, эйн миспар, шэйн нишамот холи сраэль. На самом деле, это длится на бесконечное количество проекций, которые есть в душе всего еврейского народа. Потому что мы как раз сейчас учим о том, что есть комбинация тех заповедей, кому-то это заповедь ближе, кому-то дальше, кому-то что-то легче и так далее. И это вот этот факториал 613, это и есть количество еврейских, понимаете, какое число, да? факториал 613. Это даже больше, чем факториал на самом деле. Но просто так, чтобы сгустить краски. факториал 613, это количество еврейских душ. Все пересечения. Теперь почему это еврейские души? Хотя первый человек был сотворен, потому что после греха древопознания тот, кто смог прийти к состоянию первого человека, это был наш прорисовец Яков. И мы все потомки нашего пророца Якова. Поэтому идет речь в еврейском народе. Поэтому ненависть еврея к другому еврею это на самом деле ненависть к Богу. Есть? Да? Алтарайба об этом и говорит. И красота, великолепие Якова это такой же, как великолепие первого человека. Он пришел к этому состоянию Якова. Он исправил грех Адама Решона, греха познания. И его душа, душа Якова, стала включать в себя все еврейские души от начала до конца мироздания. Считайте, что мы начали новый очок мироздания. И наши пророцы называются основой Торы. Через них начало спускаться знание Торы в этот мир. И дальше это шло до нас на горе Синай. Яков был основой этой Торы. А что такое Тора? Тора это и есть этот человек. Тора это что? 613 заповедей. 613 заповедей это те органы и хрящики, из которых состоит человеческое тело, которые являются проекцией желания Всевышнего. И это лицом обращается к еврейскому народу наш внутренний аскепт, что называется духовный. Духовная часть еврейского народа это 613 желаний Всевышнего. И это и есть Тора. Что она была изначально заложена в душе Исраэля. Исраэль это и есть Яков, как вы помните. После того, как его этот сатана не смог победить, он получает имя Исраэль, что значит в нас Бог, и наши души из него происходят. Поэтому Всевышний его называет Якова Бог, Бога Израиля. Он является репрезентацией, проекцией Бога в этом мире. Это то состояние, к которому должен стремиться каждый человек, что на тебя посмотрели и сказали Бог есть. Это то, к чему он должен стремиться. Что мы сами по себе своим видом говорили Бог есть. Понятно? И поэтому ненависть евреев друг к другу это и есть ненависть к Богу. Теперь вопрос, как мы докатились в такой жизни? Как можно сказать, как евреи? Оставим нас с вами. Мы далеки от этого стараемся, тихо примус подчиняем, на шахаре сприхуем и так далее. И мы говорим, наши братья. Первое поколение выхода из гибли. Десять казней, чудеса на Красноморье, городование горы Синай, мана, облака славы, колодец Мирян, все чудеса, которые Всевышний с нами сделал, так вот просто, ну ладно, тяжело там с Богом, который в двух заповедях, дали 613 заповедей, уже с теленком разобрались, уже храм есть, вот очевидно, Бог нас ведет в святую землю. Облако поднялось, мы поехали, облако опустилось, мы живем с Богом, вот Бог просто вот так. Как можно сказать, что это ненависть, это была ненависть к Богу? Как мы пришли, как человек, для которого это абсолютно очевидно, может ненавидеть Бог? Все очень просто. Мы сделали одну ошибку, теперь вернемся к той формуле, о которой говорит Раша, и которую скрывает Клиакат. Что они говорят? Что простой человек, который не думает головой, он говорит, что? Что если мне плохо, значит, виноват кто? Бог. Если Бог виноват, значит, он меня ненавидит. А если он меня ненавидит, то я его тоже ненавижу. Но есть простой принцип, посмотрите, что говорит пророк Ишаял, говорит 16 парага, Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Другими словами, что он говорит, говорит нам пророк Ишаял, не думайте за Бога. Ошибка, которая была у наших праотцов там, которая и родила, породила понятие без причины ненависти, обрешаемых плане, без причины, это то, что мы решали за Бога, что Он думает. Он нас вывел из Египта, Он ведет нам в землю Израиля, мы за Него решили, что Он нас не любит, потому что в Израиле, в Египте там яснило, в Израиле нету, а Он дал это египтянам, а нам дал какой-то непонятный там кусочек земли, ни нефти, ни газа, значит, Он нас не любит. У Него были свои, у Него мысли, и наши мысли, и опыты, и наши пути. Вы понимаете, что вообще здесь говорится о принципе, который разрушает все любые отношения с Богом, между людьми и так далее, когда мы принимаем решение за кого-то. Мы считаем, что тот человек обо мне думает. Помните этот анекдот о том, что мужчина идет к соседке попросить сахар? Знаете, там длинный анекдот, уже не помню, он говорит, ну вот сейчас я подойду, я послушаю, я подошу сахар. Она мне говорит, а зачем тебе сахар? Я стою чай. Он говорит, ну заходи попей чай, я зайду попей чай. Она мне поставит чай, мы пьем чай, вы дальше что-нибудь понимаете, что потом будет, я же приличный человек, мне придется жениться, мы женимся, у нас будут дети, будут скандалы, жизнь нормальная не будет. В тот момент сосед открывает дверь и говорит, иди ты нафиг со своим чаем. Со своим сахаром, сори. Мы сами решаем за кого-то, что о нас думают. Вы понимаете, что точь, это зародилось в момент того, как Всевышний нам все приготовил, и мы решили, что Всевышний сам за нас думает, это положило зерно к тому, что разрушить было разрушено. Первый храм, второй храм, и то, что он продолжает разрушаться, мы продолжаем ненавидеть друг друга, потому что мы думаем за кого-то, что думают о нас. Это же на самом-то деле и произошло с разведчиками. Что сказали разведчики? У этого есть абсолютно четкая, у нас даже лекция когда-то на эту тему была, здесь процитируют даже Джонатана Сакс, и что, вернемся к разведчикам, что сказали разведчики в 17-й параде? И они рассказывают, что они видели, они еще не говорят, что было плохо, они говорят, что мы видели в земле Израиля, мы видели великан. Да, были там великаны, мы знаем эти метражи, но тут что они говорят? И мы в их глазах были как кузнечики. И так они на нас смотрели. Расскажите мне, пожалуйста, как они знали, кем они были в их глазах? Как они знали, что эти люди... То, что это было неправда, это 100%, не буду еще раздаваться в подробности, потому что у нас была много лет назад лекция на эту тему, что когда через 40 лет пришли и поговорили с Рахав, Рахав говорит в Ерехоне, где вы были? Мы тут все стояли и дрожали и слышали, что там Всевышний сделал вам на Красном море и потом... А вы не пришли. Почему? Потому что мы подумали сами, что они о нас подумают и на основе этого сделали вывод. Не надо ни за кого думать. Воскресенье вещи так, как они есть. Смотри... Вы помните, что потом в конце истории с разведчиком какой отрывок приводится? Отрывок с цицит. Он сказал, не следите за своими глазами, а смотрите на цицит, и они вам будут напоминать о всех заповедях. Глаза обманчивы. Когда мы что-то видим, мы не знаем, мы смотрим на мир как замочную скважину. Мы не знаем, что на самом деле происходит. Но мы уже начинаем себя накручивать. А, он подумал это, она подумала так, а если я скажу, он скажет это, и так далее. И все, иди нафиг со своей сапфой. У этого есть абсолютно четкое психологическое заболевание, которое лечится... Рапсакс об этом пишет много, сейчас мы принем на цитат, которое лечится с помощью когнитивно-бухевриальной терапии. И то, что это состояние, которое приводит к состоянию депрессии, неуверенности в себе, и так далее, посмотрите, это я просто из Википедии взял, написал цитат, откуда там, это написано, называется когнитивное искажение. Когнитивное искажение. На русском, наверное, называется когнитивное искажение. Is an exaggerated or irrational thought involved in the answer perpetuation of a psychological state such as depression and anxiety? Что он говорит здесь? Они говорят, не знаю, как его зовут. Кто-то говорит, посмотрите, там есть сноска, что приводит к панике, что нас победят, мы не возьмем, там великаны, и к депрессии, что у нас ничего не получится. Это когда у тебя выработан какой-то образ мысли, который преувеличивает реальность. Один из признаков этого называется jumping to a conclusion, mind reading. Что это значит? Without individuals saying so we know what they are feeling and why they act the way they do. Когда мы принимаем решение за кого-то другого. Теперь, это не реальность, это у нас в голове, это называется беспричинная ненависть. Мы сами себе придумываем, что Бог нас не любит, и поэтому начинаем любить Бога, и поэтому наши отношения друг к другу, это просто беспричинная ненависть к Богу. Беспричина происходит тогда, когда мы проецируем свои мысли на кого-то другого. И это зерно всего. с этого все началось, когда разведчики пришли и сказали, они о нас так думали, мы тут же, а, они нас так думали, это значит, Бог нас не любит. Почему? Потому что Он нам сделает плохо, и мы все приняли решение, и все. Это заразило, что дальше выросло беспричинное друг к другу, что есть ненависть к Богу. Это привело к разрушению храма и продолжает приводить к этому разрушению храма. И говорит Рав Джонатан Сакс по поводу разведчиков, что у них была эта проблема с mind reading, они искажали реальность, потому что они думали за кого-то другого. Я процитирую Рав Джонатан Сакс на прошедшем шлах. Мы assume we know what other people are thinking when usually we are completely wrong because we are jumping to conclusion about them based on our own feelings, not theirs. Мы принимаем за Бога мы принимаем решение. Это называется беспричинно. У этого нет причины. Это то, что разведчики сделали, когда они сказали, мы seem like grasshoppers на our own eyes. and so we seem to them. Мы выглядим в их глазах как кузнечики. Они не могли знать. Посмотрите, как Рав Джонатан Сакс здесь подчеркивает. Они в своих глазах по отношению к ним выглядят к кузнечики, потому что решили, что они так думают. Они такого не могут знать. Это причина всех скандалов, всех проблем. They had no way of knowing how they appeared to the people of the land, but they attributed to them mistakenly a sentiment based on their on subjective fears. Они это проецировали. Они так думали. Евреи подумали, что Бог нас не любит, значит, мы его тоже не будем любить. И это то, что мы уже процитировали. Здесь сказано мы в своих глазах были как кузнечики. Мы сами за себя все это решили. Мы объяснили, почему ненависть другому человеку это то же самое, что ненависть Богу, а ненависть Богу это ненависть другому человеку по ровному западают. Мы объяснили, как мы к этому приходим и постоянно наступаем на эти грабли, потому что мы начинаем думать за кого-то другого, включая Бога. Как же с этим бороться? Как вылечиться? Когда-то в этой статье, которую говорит Джонатан Саксон, говорит, смотрите, помните, западу, не парьтесь. На самом деле это и есть решение. Потому что стандартное объяснение, как победить без причины ненависть, это то, что говорит Равкнуки, Кук, в книге Орота Рая, посмотрите, 22-й параграф. Я, в противном тоже здесь не говорит между еврейским народом. И мы были разрушены, и наш мир был разрушен из-за без причины ненависти, вообще такого подхода, что мы думаем за кого-то другого. Мы вернемся, построимся и сами выстроимся и отстроимся и подстроим этот мир с помощью без причины любви. Обратите внимание, Равкук, цитируя, перефразируя Геморру Йома, точно так же говорит, не говорит о том, что без причины любви евреев друг к другу или евреев не друг к другу и так далее. Он говорит просто о факте без причины любви. И если мы сейчас спроецируем то, что мы сказали, что без причины ненависти появляются когда когда мы начинаем думать за кого-то другого, когда мы проецируем свои собственные мысли на кого-то другого, то давайте теперь все это перевернем в беспричинную любовь. я говорю чисто логически, что если беспричинная любовь она в том, что мы думаем за кого-то другого, что он к нам плохо относится, поэтому мы к нему плохо относиться, подумайте, что он хорошо относится. И мы тоже хорошо относимся. Помните, вспомните лекцию на прошлой неделе. А теперь давайте вернемся к Богу, если беспричинная ненависть, это на самом деле априори ненависть к Богу, так же с Богом. Бог как к нам относится, к чему он сотворил этот мир. Говорит я действительно специально здесь привел ту цитату, которую не перепразированную цитату, которую обычно захотел Всевышний оставить себя жилищем нижних материальных мира. Изначально цитата звучит по-другому. Захотел, вожелал Всевышний создать для себя партнеров в материальном мире. Кого? Нас. Мы партнеры в материальном мире. У него было желание, чтобы мы были его партнерами. Как мы становимся его партнерами? Об этом говорят наши хасидские мудрецы. Я нашел цитату, где это первично написано наидыш. Я еще ничего не понимаю, но прочту, потому что знаю, что это за цитата. Говорит Самахцеда книги Ортура «Ойп Атайве форгет фрэкт мэн ништ кайн кушет». Я знаю, что это значит, не знаю, правильно прочел, нет, он говорит, на страсть не задают вопросы. На страсть. Когда говорится, что Всевышний захотел, он не сказал ратца, хотел, он сказал нитава, нитава от слова тава, тава это страсть, не обузанная страсть. На это не задают вопросы, это называется аватхинам, беспричинная любовь. Страсть это беспричинная любовь. Почему? Потому что в тот момент, что мы начинаем объяснять страсть, мы что делаем? Мы начинаем за другого человека думать, почему у него такая не надо, не нужно задавать вопросы. Всевышний нас любит не потому что, а без каких-либо объяснений, и поэтому наша любовь к Всевышнему, а затем друг к другу должна быть без причин или другими словами. Это принцип, который работает не только по отношению ко Всевышнему, а в первую очередь по отношению к нам. Почему Равку говорит беспричинная любовь восстановит все? Перестаньте задавать вопросы. Нам дана заповедь, самый крутой уровень выполнения заповедей это каббалатоли, это беспричина выполнения заповедей, не потому что этого есть причина, не потому что я делаю добрые дела, потому что мне за это что-то будет. Что мы сказали о разрушении второго храма, что там да, делали добрые дела, но думали, потому что это правильно нужно, это хорошо, это даст что-то для этого мира или мне лично, или увидеть, что мы... Нет, мы должны делать добрые дела без причин. Это беспричинная любовь, это не задавать вопросы, не думать за Богом, не только почему он так делал по-плохому и отсюда возникает нет, но точно даже по-хорошему. Не нужно, ни мои мысли, ни ваши мысли. Не принимайте решения за Бога, почему он вас любит. Он нас любит не по какой-либо причине, он так захотел. А как мы, соответственно, становимся его партнерами, что точно так же, как он сотворил этот мир по своей страсти и без каких-либо объяснений, и мы не можем это объяснить, не нужно задавать вопросы на его любовь, наше партнерство заключается в том, что наша любовь друг к другу тоже будет без причин. Мы не будем задавать вопросы, мы не спрашиваем, почему наша любимая захотела персики или апельсины, и просто делаем то, что она хочет. Спасибо большое. Не надо. Окей, братья и сестры, кто с нами был на Фейсбуке, если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вот даже не знаю, знаете что, от Фейсбука мы отключимся. Все, всем пока. Если у вас есть вопросы, задайте комментарии к этому видео и от Хаббат Датру. а вот попросили не выключать запись, когда будут задавать вопросы. Поэтому лыхаем-лыхаем, если у вас вопросы, давайте на них отвечу. Да, есть вопросы? Я только сказал, вопросы не нужно задавать. Записи. Да, моя жена предупреждает, что все идет в записи, все пишется, поэтому задавайте корректные вопросы. Ладно, дамы и господа, раз вопросов нема. Есть один маленький, можно, но это просьба, повторите, пожалуйста, наидыш эту фразу, я прозевала. Ну, красиво. Я прошу прощения, лучше пусть он не повторяет. Не, пусть повторяет. Ага, начало как? Он ойф. 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 А тайвы. Ойф а тайвы. Оф а тайвы. Аидыши говорят тайвы, по-моему. Тайвы, тайвы. А я считала, что тайвы это услуга, как говорится, ну, дословный перевод с идыша. Я не знала такого слова. Это как раз то, что они пытаются сказать тойвы. Тойвы это то, что вот это услуга. Ясно. А тайвы это другое. О, отлично, спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Есть вопросы? Ну, молодцы. Раз вопросов нету, можно отключаться. Вау, сегодня 10.07, так вообще рано закончили. Все, всем спасибо, легкого поста, meaningful fest, всем шабад шалом, всем синагоге, будем очень рады, если есть вопросы, присылайте их в личку, комментарии к ютубу, всегда буду рад. Всем пока. Спасибо.